Некарагуа 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 Начнем, конечно же, со столицы этой прекрасной страны. Называется она Монагу. Тоже город многострадальный, но в то же время и красивый. Ну, в сюжете мы сейчас все это как раз и увидим. Мы пока поем. Давайте. Часы главного собора Некаргуанской столицы уже много лет показывают одно и то же время – 12.35. В этот момент, 23 декабря 1972 года, произошло землетрясение, уничтожившее Монагу полностью. Десятки тысяч человек погибли, сотни тысяч остались без крова. Когда столица оказалась в руинах, выстояло, как ни странно, самое высокое здание в городе. Вот оно, в нем 18 этажей. Тогда там находился Национальный банк Некарагуа. После трагедии международная помощь в Некарагуа пошла сплошным потоком. Медикаменты, продовольствие, деньги – всего на 85 миллионов долларов. Но президент страны, Анастасия Самоса, украл все. Прошло уже 40 лет, но столица все еще не отошла от шока. Главный собор по-прежнему в руинах. Гуляя по Монагу, мы встретили наш русский автобус. 45-й регион – это Курганская область. Мы сейчас узнаем, как он здесь оказался. Буанас Диэс. К нашему удивлению, мы были первыми, кто рассказал водителю автобуса, что ездит он с российскими номерами. То есть, а можно мы с вами вместе прокатимся по маршруту по-вашему? Бамас! Первая партия курганских автобусов приплыла в Никарагуа еще в 2010 году. До этого парк общественного транспорта столицы не обновлялся более 20 лет. Миллионный город передвигался на стареньких американских континенталях, доставшихся в наследство от американских школьников. Русские кавзики ждали тут как маны небесные. Но уже через несколько дней эксплуатации стало понятно – наши автобусы совершенно не приспособлены к местности. Мало посадочных мест, нет вентиляции и окна не открываются. Как вы выкручили все ситуации? Все равно ведь надо было ездить, надо было возить пассажиров. Мы снимали два больших окна и делали в них форточки, как на этом автобусе. Надо отдать должное российскому автопрому. В следующей партии пожелания заказчиков были учтены. Появились увеличенные форточки, шины для жаркого климата и дополнительная система вентиляции. Человек с огромной пачкой денег в руках – это еще одна примета времени. Экономика Никарагуа лишь на пути к развитию. Обмахиваясь купюрами, словно веером, эти люди с легкостью, без всяких счетных машин и чеков, обменяют вам доллары на кордобы и наоборот. Все банки Никарагуа закрываются в 16.30. После этого времени, чтобы поменять деньги, вам нужно выйти на мостовую к менялым валютчикам. В Никарагуе их называют кайоты. Говорят, что государственным даже лицензию выдается. Но мой вам совет – ухо с ними нужно держать в остров. Ну вот, не обманул. Вроде, слава богу, все нормально. Пойдем за сувенирами. Главные сувениры Никарагуа – гамаки, плетенные кресла-качалки, куклы и маски, изображающие испанцев. 300 лет колонизации тут помнят до сих пор. Фольклорные сценки, высмеивающие конкистадоров, отражены и в скульптуре. Здесь вообще любят монументы. Главный памятник страны, тень Сандина, давно уже стал не только символом Никарагуанцев, но и всей Латинской Америки. Плоский силуэт не имеет ни каменных мускулов, ни мужественного лица героя. Но он возвышается над городом, накрывая его своей тенью, словно оберег и символ свободы Никарагуа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова